Восемь утра. Один из 885 избирательных участков региона в унисон с остальными начинает свою работу. Его номер 686. Он находится в одном из учебных корпусов ТГУ. В списках избирателей, прикрепленных к этому участку, свыше 2000 тамбовчан. В их числе и в Рио главы администрации области Максим Егоров. Он прибыл на участок вместе с женой и сыном. Сделав свой выбор, Максим Егоров пригласил всех тамбовчан также принять участие в голосовании. Ну, конечно, вообще голосование и проголосовать – это долг каждого гражданина Российской Федерации, гражданина нашей Тамбовской области. И сегодня же еще состоятся у нас выборы депутатов городской думы. В области у нас еще депутаты областной думы выбирают. Поэтому это долг каждого жителя. А сын пускай смотрит, пускай привыкает. Он скоро вступит. Время пролетит быстро, скоро вступит во взрослую жизнь и тоже будет голосовать. Как и другие участки, к которым прикреплены свыше тысячи избирателей, 686-й оборудован системой видеонаблюдения. В помещении установлены две камеры, которые позволяют следить за ходом голосования дистанционно. В течение всех трех дней голосования изображение с камер видеонаблюдения поступает сюда, в Центр общественного наблюдения. Он открыт в Пушкинской библиотеке областного центра. Наблюдать за происходящим на участках здесь можно как с помощью видеостены, так и с индивидуального рабочего места. В Центре постоянно работают волонтёры и члены общественной палаты. Но понаблюдать за процессом голосования на выбранном участке с помощью специального портала может и любой желающий. Следит за ходом единого дня голосования и мониторинговая рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. С такой миссией в Тамбовскую область прибыл ответственный секретарь СПЧ Александр Точёнов. Мы проводим мониторинг в интересах граждан, в соблюдении избирательных прав граждан. И, извините, наблюдатели тоже подлежат мониторингу. Здесь, находясь в Центре общественного наблюдения, я сам получил доступ к возможности видеонаблюдения по камерам, посмотрели. Но сложно сейчас сказать, от всех ли заявленных партиями представителями кандидата наблюдателей есть. За порядком и безопасностью на избирательных участках следят представители силовых структур региона. Охранять помещения для голосования в течение трёх дней будут более шести тысяч полицейских. На сегодняшний день все избирательные участки открыты, нарушение общественного порядка не допущено. Работают на участках и сотрудники регионального МЧС. В первую очередь они обращают внимание на выполнение требований противопожарной безопасности и готовы реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Александр Кобзарёв, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова